9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения Оскар. Одним из самых ярких моментов церемонии, безусловно, стало награждение актера, сыгравшего главную роль в фильме Джокер, Хоакина Феникса. Но нет, даже не сама награда, а его речь. Вместо обычных благодарностей маме, папе, режиссеру, он просил подписчиков канала Ингрюш Шоу не забыть нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео. А еще он затронул животрепещущие темы и рассказал всему миру о своих взглядах. В этом видео мы разобрали всю его речь. В ней на самом деле есть что послушать и чему научиться, в плане английского, конечно. А напишите в комментариях, считаете ли вы, что он заслуженно получил Оскар или его должен был получить Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека? Прилагательное elevated означает приподнятый или возвышенный. Я не чувствую себя выше, чем кто-либо из номинантов или кто-то в этой комнате. Вот еще пример с elevated. Его пульс учащен. Повыше. Существительное opportunity означает шанс, возможность. Например, Не упусти эту возможность. The distressing issues можно перевести как тревожные или печальные проблемы. Само слово issue означает выпуск или издание. И еще проблема, дело или спорный вопрос. Интересный факт. Champion — это не только чемпион, но и глагол со значением поддерживать или отстаивать. And someone has to champion tolerance. Кто-то должен отстаивать толерантность. Фраза «I see commonality» означает «я вижу сходство» или «общие черты». Современный мир требует современных терминов. Разберемся, про чьи права говорил актер. Да, кстати, мы оставим все слова в формате PDF у нас в Телеграм-канале, чтобы вам удобнее было их учить. Но чтобы закрепить информацию, проходите тест. Вы знаете, где лежат все ссылочки. Например. Это было опубликовано защитниками прав коренных народов в Чили. Интересно, что сам актер — активный зоозащитник. Он участвует в митингах на скотобойне, эко-собраниях и много лет не употребляет в пищу никаких продуктов животного происхождения. А в январе этого года его даже арестовали во время митинга в Вашингтоне. Все эти идеи и повлияли на его слова. Глагол «пландер» означает «разграблять», «опустошать», «разорять». Я разорю Вашу культуру. Слово «intitled» — это не только озаглавленный, но в данном примере это означает «иметь право» или «быть уполномоченным». Ты имеешь право на свое собственное мнение. Ты, кстати, тоже имеешь право на свое мнение. Напиши его в комментариях, а мы учтем его в следующих роликах. А еще, спорим, вы не знали слово «anguish». Оно означает «боль», «мука». Посмотри на это слово в контексте. «Да, твои муки подпитывают меня». Да, мы знаем, что изучение английского языка для многих это «anguish». Но что, если мы скажем, что в нашем проекте «Native Show» вы не только будете учить английский язык легко и в свободное время, но и будете учиться только с носителями языка? Интересно? Мы создали специальное приложение, в котором каждый день вы можете общаться с квалифицированными преподавателями, да еще и с носителями языка с разных стран. Не будь Кристиной. Переходи по ссылке в описании и подключайся к «Native Show». К тому же выучи слова «cow», «корова», «calf», «теленок», «cereal», «хлопья на завтрак». Слушаем дальше. Посмотрите на прилагательные, которые использует актер. «Inventive» – изобретательный, находчивый. «Creative» – созидательный, творческий. «Ingenious» – находчивый, искусный. Вот пример. «Не соизволите показать свою благодарность каким-то оригинальным способом» или «Cid, that was ingenious». «Cid, that was ingenious!» «Дитя, это было гениально!» «And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment». Глагол «implement» означает «выполнять», «приводить в исполнение». «We must implement phase two». «We must implement phase two». «Мы должны начать», «привести в исполнение», «фазу два». «А еще запомните фразу sentient beings». «Она означает «разумные существа». Поздравляю, ты только что убил разумное существо. «I've been a scoundrel in my life. I've been selfish, I've been cruel at times, hard to work with, and I'm grateful. But so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we...» «Красивое слово с некрасивым значением». «Scoundrel». «Негодяй», «мерзавец», «подлец». «She turned me into a scoundrel». «She turned me into a scoundrel». «Она превратила меня в подлеца». Заканчивает свою речь Хоакин Феникс словами своего брата. «When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, run to the rescue with love and peace will follow». «Run to the rescue with love and peace will follow». «Беги к избавлению с любовью, а мир последует». Существительное «rescue» означает спасение, избавление и освобождение. «When they come to rescue him, they'll rescue us». «When they come to rescue him, they'll rescue us». «Когда они придут спасти его, они спасут нас». Чтобы запомнить все эти слова и фразы, проходи тест по ссылке в описании. Ну и не забывай, с вас лайк, а с нас бесплатное обучение. С вами была школа английского языка и English Show. Пока.